Знаете, очень удобно использовать чужие образы, ничего не нужно придумывать, после этого обкатывать, к тому же образы, которые уже зашли, зайдут второй раз, особенно это отлично работает, когда твоя аудитория ни Нирвану не знает, пачка сигарет для нее новая песня, да и вообще они уже давно умерли, а мне эта песня еще пригодится. Огромное количество наших современных исполнителей, особенно тех, кто ориентируется на совсем молодую аудиторию и оверсайз-свитера носят, и вот эти кругленькие очки постоянно юзают, гитары такие же, один за другим делают прямые отсылки на кабейна на выступлениях на Урганте, типа это мы отсылку делаем, а не просто копипастим. Если я сам об этом сказал, то копирка уже не считается, ха-ха-ха, я в домике. Но что у всех этих исполнителей общего с кабейном, не считая того, что они непосредственно спиздили? Вообще, я не собираюсь весь этот ролик просто так их обсирать, и если их рассматривать не как, знаете, манекенов для очередного хайпового лука, а как непосредственно творческие единицы, то можно действительно найти много общего с кабейном, но для этого уже в историю надо углубиться. В общем, здрасте, вы на канале Сейна, сегодня мы разберемся, действительно ли что-то вот большее нужно для того, чтобы поддерживать образ такого бунтаря-похуиста, или достаточно просто спиздить внешние элементы и так все схавают. Кабейна называют голосом поколения Икс, которое пришло на смену бэби-бумерам. После эпохи хиппи, цветов и счастья пришел кризис, застой и разрушение семей. В догонку к тревожным настроениям в обществе сам Курт вырос в маленьком бедном городке, и это роднит его с его двойниками. В этом плане все СНГ, это огромная фабрика, инкубатор по производству будущих фанатов Нирваны. Знаете, по каким причинам родной город Кабейна, Абердин, настолько депрессивный, что когда туда недавно приехал Ильич, у него основной комментарий был, он ходил, снимал и говорил «А, ну я понимаю, почему у Нирваны такие депрессивные песни?» На такой депрессивный облик города влияют три основные причины. Первое – ужасный климат. Второе – отсутствие перспектив. Третье – повальная бедность. Да это же! Развод родителей оставил неизгладимый отпечаток на Курте. Как и многие подростки, он чувствовал, что его не понимают. Но это не как, когда тебе подарили черный айфон, а ты хотел белый. Семья была не особо благополучная, техник и книжек по тому, как выращивать детей, они не читали. Там каких-то норм, дать ему разношерстное творческое образование, учесть все его вкусы, такого не было. Например, Курт терпеть не мог насилие, а отец постоянно пихал его в секции по борьбе разного рода. И на одном из соревнований, как раз вот по этой борьбе, Курт демонстративно не сопротивлялся. То есть он буквально дал себя отхуярить на глазах у своего отца на соревновании в знак протеста. Вот это, блять, протест! Подобные конфликты не оставались без последствий, поэтому Курт часто уходил из дома. Он спал на улице, когда было холоднее, спал в машинах, в пустых домах, которые он находил в своем городе. А иногда, это вообще символично, приходил в больницу, в которую он был рожден и там ночевал в холле, потому что полагал, что оттуда его точно не выгонят. Это отразилось на музыке. Если отвлечься от всемирной славы, уже привычного всем безусловного восхваления Нирваны, то это был довольно самобытный и изобретательный панк. Этими словами я не хочу принизить Нирвану, но и до, и после них было предостаточно команд с не менее достойным и при этом схожим звуком. Сам Кобейн часто говорил об этом. Да и если посмотреть на то, как жила группа до релиза с Man's Like Teen Spirit, то можно узнать, что в то время Кобейн ночевал в поддержанной машине. Нирвана собирала все тумаки групп с новым звучанием. Это вообще не музыка, это слишком грязно, это не подходит под форматы, это не будет слушать массовая публика. Вы знаете этот длинный список. При том, что песни были более чем достойные. У Курта был очень крутой подход. Он брал попсовые шаблоны для песен и наполнял их сочными запилами и мрачной лирикой. Не говоря уже про вокальную манеру самого Курта, которую ни с кем не спутаешь. А когда все партии довольно примитивные, музыканты-самоучки, запись как из жопы, но при этом группа все равно звучит своеобразно, это говорит об очень развитом чувстве вкуса в звуке. А это дорогого стоит. И можно подумать, что в этом сходство с нашими музыкантами. Мол, наши тоже берут попсовые шаблоны и наполняют их своим звуком. То же самое ведь. Только вот Кобейн наполнял это действительно своеобразным звуком. Нирвана терпела огромное количество недопонимания или просто вообще кромешного непонимания от всех вокруг. Держались в глубочайшем андеграунде. Опять же, спали в машинах, блять, жрали через день. Все из-за своего звука. Опять же, а группы, которые сейчас пародируют Нирвану, они звучат прилизанно и для того времени, и для нашего времени, и для любого времени. Они не совмещают попсу с каким-то оригинальным стилем. Они в одну попсу запихивают другую попсу, чтобы получить мега попсу. Чтобы всем точно зашло обязательно. Вот каждой пизденочке понравилось. Вот он, блять, опять же протест. Но окей, окей. Мы не засираем. В том, чтобы быть хитмейкером, нет ничего плохого. Но вот вам история про главный хит Нирваны. У Нирваны было множество отличных песен, среди которых была та самая Smells Like Teen Spirit, которая никак не выделялась из общего ряда, даже по мнению самой группы. Но оказавшись в нужное время и в нужном месте, она стала хитом. Если вы не понимаете, как это так, вот та самая песня, все ее так любят, а она ничем не выделяется, то вот вам парочка фактов о ней. Кабынь не очень ответственно относился к текстам. Для него это был вот такой поток мысли. И он периодически менял их прямо перед записью, или прямо перед концертом. И в сети до сих пор гуляет выступление, если я его нашел, то ссылка есть в описании, того, как они в один из первых раз играют с Smells Like Teen Spirit. Там вообще другой текст. Только мотив сохранился. Это раз. Два. Само название песни Курт прочитал на стене в ванной одной из своих подруг. То есть он тусил в другом городе у своей подруги, и, зайдя в ванну в какой-то момент, обнаружил, что на стене в ванной написано «Курт smells like Teen Spirit». И он подумал, что это крутая метафора, мол, Курт аж пышет вот этим молодежным духом, от него вот он исходит. Но... И он написал песню, собственно, все ее сделали, издали, и только потом он узнал, что Teen Spirit — это название шампуня. То есть Курт пахнет этим шампунем, как Курт пахнет Палмоливом, или Head and Shoulders, блядь. Вот это то же самое, понимаете? Вот настолько эта песня случайная. Она просто получилась и просто стала хитом. Такое бывает. От этого сама песня хуже не становится, но важно понять, что она не лучше, чем остальные песни Нирваны. И в этом плане вся хитовость, она не значит абсолютно ничего. Однако именно эта песня дико завирусилась. Опять же, такое бывает вот в нужное время и в нужном месте. И после этого Курт получил все, о чем когда-либо может мечтать вообще любой музыкант. Он оказался на самом олимпе славы, просто на вершине. Гранж резко стал важным жанром, появилась куча других гранж-команд, Нирваны стали суперзвездами, это стал мега узнаваемый бренд, у них появился там вот свой логотип, этого смайлика. Огромное количество атрибутики, концерты везде, их крутят по MTV, и Курт это ненавидит. Нужно понимать, что, опять же, а вот том, чтобы быть крутым, чтобы тебя узнавали на улицах, там идешь, хуяк тебе раздали, респект, там в магазин пришел, привет продавщица, о, это вы тот самый, правда? И тоже тебе еще респект раздали, потом там какая-нибудь баба, тебя просто отсосало за то, какой ты крутой. Но на самом деле это так не работает. На самом деле ты полностью теряешь личное пространство. Курт вот со всем этим вот бэкграундом, со всем этим тяжелым детством, этой зажатостью и асоциальностью стал человеком, который из дома не может выйти без лишнего внимания к своей персоне. И можно понять, ну тоже мне, блять, проблема внимания, но на самом деле основная здесь штука является в том, что люди как будто заранее с тобой знакомы. То есть ты приходишь там в магазин, в ресторан, куда угодно, и ты человека не знаешь и относишься к нему нейтрально, а он уже сложил мнение о тебе. И так как люди, ну, не говорят сразу напрямую, я думаю, что ты вот такой-то, такой-то, или там я про тебя не очень много знаю, но мне то-то не нравится, или я там не согласен с твоими политическими взглядами, или еще что-то. Нет, это просто начинает читаться в общении. И в итоге это превращается в какое-то подобие мании преследования, когда все как-то странно на тебя смотрят, все имеют в виду что-то другое, все что-то от тебя хотят, еще ты сам ебанутый, с травмами, идущими из детства, твоя жена такая же, вы делаете ребенка, и после этого скандалом на всю страну становится то, что у твоей жены были какие-то вещества в крови, ну, наркотические, естественно, вы же рок-звезда, эти вещества нашли также в крови новорожденного ребенка, и на всю страну обсуждается вопрос, чтобы лишить вас с ней родительских прав, блять, представьте это давление. И распространялось это не только на личную жизнь Курта, также вот эта вот популярность, она же все упрощает, это портило нирвану. Каким образом? После того, какими хитами стали песни нирваны, конкретно Спонслах Тин Спирит, и каким хитом стала сама нирвана, по их же словам, на их концерты стала ходить всякая гопота. То есть, те самые люди, которые раньше пиздили группу нирвана за то, что те слушают определенную музыку, и одеваются определенным образом, теперь ходили на их концерты, потому что они стали популярными, потому что теперь это не андеграундная группа со своей локальной идеологией, которая не своих не пускает, как минимум потому что хуй пойми, что это вообще. А теперь это массовый продукт, который для всех, все его потребляют, и из-за этого как бы вся идея песен теряется, когда у тебя там песня от лица, допустим, маньяка, который держит у себя девочку, это если что, я про Полли говорю, и разговаривает с этой девочкой, которую он держит в заложниках. Когда ты это исполняешь, а тебе из зала кричат «Давай, смелфлактин спирит, Курт!» «Даэээ! Разбей гитару, Курт!» Появляется ощущение, что все, что ты делаешь, вообще это бессмысленно, и что главным твоим успехом была какая-то хаотично написанная херня, в которую люди почему-то вложили смысл, и в итоге, вот представьте, что все, к чему вы шли всю свою жизнь, вы достигли больше, чем вы даже могли мечтать, и это оказалось полным говном. Мало того, что само достижение цели, оно ее как бы обесценивает, тут еще и последствия от нее просто размазывают ее по полу. И когда какой-нибудь попсовый исполнитель, да, который там пишет танцевальные хиты, становится настолько популярным, в принципе, ничего страшного не происходит. В этом плане там идеально для славы был подготовлен Элджей, да, он вот писал туц-туц-рттыц, притом каждый раз соответствуя какому-то жанровому направлению, как, например, вот Джизус, да, там, вчера это пацанский рэп, сегодня это песни для девочек, он чувствует волну, и таким образом, притяг к популярности, он как бы на нее и работал, все было окей. Но Курт работал на андеграунд публику, и в этом, по-моему, причина того, почему он пришел ко всем известному финалу. Потому что все сложилось совсем не так. Слава оказалась бессмысленной и пошлой. Семейный очаг нельзя было обустроить из-за вездесущих папарацций. А на переосмысление нирваны, и там, на то, чтобы переделать, пересоставить, взять и устроить один огромный протест вот всему этому мейнстриму не получалось просто потому, что, ну, это уже мои домыслы, но я сейчас объясню, на чем они основаны, не получалось просто потому, что мейнстрим не пробиваем. Он тебя не понимает и продолжает просто кивать головой, говорит, да, давай вот тот хит, давай тот хит. Нирвана всячески пыталась взять и пойти наперекор мейнстриму. Например, саму с Men's Tracking Spirit они специально играли херово. То есть, ну, можно сказать, что играли по-другому, делали другие аранжировки, но, по-моему, они намеренно усирали эти песни. Можете найти огромное количество выступлений, когда Курт поет вот всю песню вот так вот, типа специально. Я думаю, что это не творческая обработка, ну, правда. И, например, песня In Bloom, она полностью об этом. Ты слушаешь наши песни, думаешь, какие они клевенькие, но на самом деле ты ничего не понимаешь. Ничего не понимаешь. И очень много раз повторяется, ты ничего не понимаешь. И возвращаясь к двойникам, я не хочу, опять же, скатываться в обсиране. Любая музыка имеет право на существование, творчество, оно на то и творчество. И вообще, знаете, все что-то заимствуют, да? Там нот всего семь, струн всего шесть. Все на чем-то, да, основываются. Да и к тому же, иметь творческих авторитетов и на кого-то ориентироваться вообще абсолютно нормально. Но когда вот все то, что я вам рассказал сегодня, берут и упрощают до свитера, очков и гитары, и после этого, используя вот эти образы, поют про лимузины и, блядь, школьную любовь становится тошно. Так что, дорогие друзья, любите оригиналы. Давайте даже введем это, блядь, как хаштег. Вот хаштег, любите оригиналы. А где можно схавать оригиналы? Прям вкусно, чтобы здоровой ложкой навернуть? Ну, например, в моем закрытом паблике, куда вход стоит 5 баксов через Патреон, там сплошной кайф. Там в последнее время прибавилось людей, это ни на что не повлияло, контент как бы все такой же охуенный, но можете за меня порадоваться. Людей прибавилось, я теперь чуть меньше бедствую, чем до этого. Скоро вот свет обновим. Вот. А еще подписывайтесь на камерный канал, где выходит интервью с молодыми актерами. Подписывайтесь на мой обыкновенный паблик МК, на мой невзъебеннейший инстаграм. И вообще, спасибо большое, что досмотрели этот ролик. Вы знаете, где кнопка подписки.